Приветствую вас с точки зрения психологии. Вам нужно разобраться с тем, чего вы хотите для себя. От мужчин в любом треугольнике, с которыми вы оказались на данный момент. Совершенно очевидно, что вы не испытываете особых чувств ни к первому, ни ко второму. На мой взгляд, с первым у вас связана больше такая духовная связь, с вторым у вас связана больше эротическая сексуальная связь. И, на мой взгляд, нужно понимать, что, в общем-то, вы разделяете, да? Вы разделяете сексуальное и вы разделяете духовное. У вас это очень сильно разделяется. И это разделение, оно, в общем-то, связано с вашим специфическим отношением, например, к сексу. Например, с вашим, опять же, специфическим желанием что-либо доказать себе, например. Если, допустим, опять же, если, допустим, вам важно, чтобы вот мужчина, которого вы, к примеру, хотите, чтобы этот мужчина был обязательно с вами. Вот. То есть это такая очень, очень важная история, на мой взгляд. И с ней нужно работать. Вот. Мне так видят, по крайней мере. С ней нужно работать. С ней нужно работать, и её нужно разобрать. Потому что подобный вот любовный треугольник, в котором вы по факту оказались сейчас, мне кажется, очень опасные. Очень опасные истории для вас. Потому что вы можете быть очень несчастливой. Вы можете быть очень зависимой в этой истории. И ваша зависимость, она, ну, в первую очередь, может быть связана именно с взаимосвязью. А потребностей, которые у вас есть, с, например, человеком, который, по вашему, допустим, мнению, способен их удовлетворить. Почему я считаю, что вы не любите своих мужчин, не первого и не второго, потому что вы хотите от них кто-то получить. А любовь, когда это именно любовь, она не ставит, ага, ну, своей задачей, да, что-то получить. Как правило, скорее, что-то дать. Поэтому здесь мне кажется, очень важно именно из этого исходить. Именно из этих моментов исходить никак, но очень важно. И уже разобравшись, да, в своих желаниях, вы могли бы, на мой взгляд, решить, какой парень вам ближе. Ну, опять же, скорее всего, по опыту, ни первый, ни второй. Самое, что сперма вас, вероятно, привлекает то, что, как он к вам относится. Вот, и вы в нем, как бы, вот, видите себя такой, какой вы хотели бы быть. А, что касается этого второго парня, то здесь история, в общем-то, достаточно простая. В общем-то, он вам отказал, и вы хотите доказать ему, что вы чего-то стоите. Вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли вас можно за это винить. На самом деле, на самом деле, нельзя, потому что, ну, всем люди. Вот, и то, что вам хочется, это, вполне себе естественная история. Просто это нужно адекватно отобразить себе, ну, вот, чисто в своей психике. И дальше уже будет проще, дальше уже будет проще. Вот, такая вот история. Значит, обратите внимание, Дарья, на то, что вы не задаете вопрос свой психологам. То есть, вот, ну, не совсем, не совсем понятно, что вы хотите от психологов. Вот, то есть, в чем вы видите помощь, собственно говоря, специалистов. Ну, с этим нужно в любом случае, в любом случае, с этим нужно разобраться, вот, чтобы отдавать отсчет себе, что вы хотите. Что вы хотите, чего вы хотите. Вот, ну, и дальше уже, соответственно, можно, 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 можно будет в каких-то направлениях уже двигаться. Вот. Такая история, такой ответ. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам мой ответ понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешит, разрешится самым лучшим образом. Спасибо. 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 Спасибо.